Последние приготовления. Студийные работники Абхазского телевидения ставят декорации, настраивают свет, проверяют технику. Скоро здесь кандидаты в депутаты Народного собрания будут отвечать на вопросы избирателей. Послушать их внимательно, а затем сделать выводы, чтобы 12 марта отдать свой голос самому достойному. Главное не пропустить эфиры на главном канале страны. Согласно закону о выборах депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазия, всем кандидатам в депутаты предоставляется равное бесплатное эфирное время на государственном канале. Руководство АГТРК провело рабочие встречи в Центральной избирательной комиссии. Утвержден план равного симметричного доступа каждого из кандидатов к эфирному времени. Главная задача и АГТРК, и ЦИК предоставить всем кандидатам равные права и по хронологии, и в различных форматах. И поэтому было принято в ходе жеребьевки решение, что если теледебаты будут в начальные дни календарного плана, то беседы будут в завершении календарного плана. Точно также будет приняться жеребьевка по роликам трех и пятиминутным. И точно так же эти ролики тоже будут распределяться симметрично. Это сделано специально для того, чтобы у каждого из кандидатов в депутаты были равные права и по времени, и по эфирным дням. Трансляция предвыборных дебатов на канале АГТРК начнется 17 февраля и завершится 11 марта. Откроют дебаты кандидаты в депутаты от 11 Бзыбского и 34 Туарчалского округов. Теледебаты пройдут между кандидатами в депутаты, баллотирующимися по одному избирательному округу. Таким образом, во время предвыборной кампании на канале Абхазского телевидения состоится 35 эфиров. Телезрители также могут принять участие в теледебатах, присылая свои вопросы на электронную почту парламент-2022-tv-gmail.com. Выборка вопросов будет производиться с участием комиссии ЦИК. Это делается для того, чтобы в эфир поступали более разнообразные вопросы, чтобы вопросы не дублировали друг друга. В эфире АГТРК будут указаны контакты почтового ящика, и каждый день в эфире АГТРК будут объявляться о ближайшем эфире и о ближайших округах, по которым будут проходить теледебаты в вечернем эфире. И зрители могут заранее присылать свои вопросы на указанные электронные адреса. Всего телезрителям АГТРК будут представлены четыре формата – дебаты, беседы и видеоролики. Руководство компании совместно с ЦИК определило 18 минут бесплатного эфирного времени, из которых 15 минут выделяется на теледебаты, 3 минуты – на агитационные ролики. Теледебаты будут проходить ежедневно в будние дни. Кроме того, всем кандидатам предоставляются равные условия при использовании платного эфирного времени. Одновременно с прямыми эфирами будут обеспечиваться прямые трансляции на сайте АГТРК, YouTube-канале и Facebook. Было принято решение показывать теледебаты только в будние дни. Это связано с тем, что в будние дни плотность эфира намного выше, чем в выходные дни. И опять-таки же, чтобы у всех кандидатов были равные права и попасть в более рейтинговые дни, было принято такое решение. То есть все теледебаты будут проходить с понедельника по пятницу. Но ролики могут быть и в рабочие дни, и в выходные дни. Дополнительную информацию кандидаты в депутаты могут получить по телефону 710-14-36. Они могут получить всю информацию о количестве роликов, о хронометраже роликов, о правилах и эфирных днях, и теледебатах, и беседах, и роликах в трех минутах и пяти минутах. Чтобы у кандидатов в депутаты была подробнейшая информация на эту тему. И более того, им могут рассказать о том, по какому сценарному плану будут проходить сами теледебаты. Они могут заранее эту информацию получить у нашего координатора. Время выхода в эфир теледебатов ежедневно в 21.00 после выпуска новостей. Количество теледебатов в день и их продолжительность зависит от числа кандидатов в округах. Шатина Харнагу, Тимур Гугохе, Абхазское телевидение.